Переслав Залезский, Троицкая церковь. В Троицкой слободке в документах впервые упоминается в 1654 году. Престол церкви был освящен в честь святой живоначальной Троицы. Троицкая слобода расположена недалеко от Никитского монастыря. В 1907 году в Троицкой слободе умер юродливый подвижник по имени Миша Самуил. Он похоронен при Троицкой церкви. Полное имя его Михаил Васильевич Лазарев. Еще восьмилетним ребенком он предсказал мор на людях в своем селе. Много предсказаний было у Миши Самуила. Нередко перед чьей-то смертью Мишу видели плачущим у ворот того дома, в котором должен быть покойник. В 1885 году он предсказал пожар в Никитской слободе. Материалов о Миши Самуиле известно не так много, но по ним ясно, что он был незаврядной личностью. Память о нем не только не угасает уже целый век, но все это время почитают как человека святой жизни, принявшего на себя подвиг юродства Христа ради. У этой могилы люди просят ходатайства перед Богом в лечении глаз и ног. Мы выехали в Троицкой церкви и так получилось, что, я не знаю как это получилось, с Сереговой Посады два автобуса с паломниками. Мы подошли к нам, попали на помазание и нас пригласили в Голицын, на километров 30. Сказали, что туда просто так, обывателям не попасть, надо что-то формировать и нас пригласили. Упустить такую возможность мы просто не смогли и приняли, я не знаю как приняли решение, мы не приняли решение. Значит, если этот поток идет, значит мы должны ехать. Правда? Все согласны? Да? Да. Вот мы так решили, что если оно идет, значит оно идет. Дорога на Голицыно. Так, я понимаю, да? Кабанская. Как? Кабанская. Кабанская. Вот такая церковь прям вот эта-да-да. Лизанцева. Так он на тебе так и везет. Субтитры создавал DimaTorzok